Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24, студия Екатерина Пенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Считаем по-новому. Минздрав разъяснил принцип включения в статистику заболеваемости COVID-19. Граница на замке 28 мая в России отмечают День пограничника. Дядя Степа, работа 8-летней саровчанки направлена на финал всероссийского конкурса МВД. Далее расскажем по всем подробно. Минздрав решил не включать в статистику случая в COVID-19 заболевших, у кого нет жалоб. Министерство выпустило соответствующие рекомендации. Как указано в документе, в случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информацией данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются. Эксперты также уточнили, что так называемое вирусо-носительство не может быть причиной смерти человека. Если у пациента имеется любое другое заболевание, которое может привести к летальному исходу, кодирование меняется. А Россия сейчас на третьем месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрированы более 370 с половиной тысяч случаев заражения. За последние сутки в России выявлен вирус у 8371 человека в 85 регионах. Из них 42,5% активны у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал главам местного самоуправления рассмотреть вопрос об открытии детских садов. Поступает много жалоб от родителей, которые столкнулись с тем, что им сложно отдать ребенка в сад. Принимать решение нужно исходя из эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе, отметил Глеб Никитин. Там, где зафиксированы единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекции, где ситуация стабильная и наблюдается тенденция улучшения, возможно принятие на заседаниях районных оперативных штабов решений об открытии дошкольных учреждений. Перед этим главам необходимо всесторонне изучить вопрос совместно с главным санитарным врачом района, пояснил губернатор. Кроме того, в области массово подают заявление об открытии детских центров и учреждений дополнительного образования. «Мы бы рекомендовали разрешить им деятельность в режиме ограниченного посещения. Нередко такие учреждения посещают дети с особенными образовательными потребностями, и вопрос их подготовки к школе стоит довольно остро», отметил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин. «При этом организации должны получать разрешение на работу в общем порядке. Соблюдение всех санитарно-эпидемических требований будут строго контролировать». По состоянию на 28 мая в Нижегородской области зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3244 человека, умерли 84. 100 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Сарове за все время эпидемии. Продолжают болей 35 человек, из них 7 госпитализированы, 6 в КБ-50 и 1 человек в Приволжский окружной медицинский центр. На карантине под наблюдением медиков остается 41 саровчанин. Пандемия коронавирусу вносит изменения в жизнь большинства людей на Земле, хотят они того или нет. Многие люди перешли на удаленную работу, стали пользоваться услугами теледокторов, заказывать одежду в интернет-магазинах без примерки и вместо посещения ресторанов заказывать еду на дом. Многие из этих привычек останутся с нами и после пандемии. В группах Канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, когда они готовы вернуться к привычной жизни, посещать кинотеатры, рестораны, клубы, путешествовать, встречаться большими компаниями. Большинство респондентов сделает это сразу после снятия ограничений. Вариант «Моя жизнь никогда не будет прежней» выбрали более 15%. Через год вернутся к привычной жизни 11% участников опроса. 28 мая в России отмечают День пограничника. Это праздник тех, кто сейчас несет службу на границах нашей Родины – кадровых офицеров и ветеранов. Обычно в этот день проходят торжественные митинги с возложениями цветов. В этом году Монтемия внесла свои коррективы в планы пограничников. Более 30 лет жизни Владимир Григорьев отдал служению Родине. В погранвойска он попал в 1995 году. Сначала его отправили в Забайкалье, потом в Закавказье, в Нагорный Карабах – неспокойное место, где постоянно происходили боевые стычки. Постоянные нарушения границ и стоят с другой стороны. Приходилось часто подниматься и днем, и ночью, выходить на рубежи государственной границы, защищаться. И на нас всякие нападки были, что мы не даем свободно жить. Это было в известные времена. Своими воспоминаниями о службе Владимир Валентинович с удовольствием делится со школьниками и студентами. В составе Общества ветеранов пограничных войск он занимается патриотическим воспитанием молодежи, рассказывая им о подвигах тех, кто стоит на страже России. Еще один активный участник общества – Александр Гусихин. Он непрофессиональный военный. Срочную службу проходил в пограничных войсках вместе со своим братом в Мурманской области. Годы службы у Александра прошли довольно спокойно. Один раз его отряд срочно вызвали на прорыв государственной границы. Нарушителей быстро поймали. Обычно в День пограничника ветераны собираются на торжественный митинг, посещают воинские захоронения, проезжают с лагами по улицам и встречаются в неформальной обстановке с руководителями города. В этом году пришлось обойтись без шумного празднования. Пограничники только возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В Нижегородской области стартовала акция «Бессмертный подвиг». На сайте «Занижний.рф» каждый желающий может разместить фотографии родственников, тружеников тыла Великой Отечественной войны и их биографию. По итогам акции с фотографий, присланных потомками героев, будет создано масштабное панно с изображением легендарной полуторки, которое выставят в Нижегородском Кремле. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская прокуратура проследит за тем, чтобы помощь дошла до нуждающихся. До конца июня в ведомстве будет работать горячая линия. По вопросу защиты прав семьи с детьми при предоставлении мир социальной поддержки. Гражданам, которые обладают сведениями о нарушении порядка назначения и осуществлении ежемесячных денежных выплат семьям, имеющим детей, следует сообщать об этом по телефону. 8 831 414 22 20. С 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым не будет заниматься комиссия. Соответствующий закон Госдума приняла еще в конце прошлого года. Сейчас, чтобы отправить деньги в другой регион внутри одного банка, человек должен заплатить кредитной организации комиссионные. Обычно они составляют до полутора процентов от переводимой суммы. Все изощреннее и изобретательнее. Новые и новые уловки изобретают мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых горожан. Создают дубликаты сайта госуслуг, продают чудодейственные препараты от всех болезней или взламывают приложения банков на телефоне. При этом по-прежнему действуют и старые проверенные схемы. Пытаясь продать ненужные им вещи через интернет, граждане могут по незнанию или по невнимательности стать жертвами мошенников. Злоумышленники втираются в доверие к людям, используя самые разные уловки. Например, начинают торговаться за товар, выясняют какие-то нюансы, задают много вопросов, просят дополнительные фото. Делают все, чтобы продавец расслабился и принял их за обычных покупателей. Жертвой таких мошенников стала и Лидия Шулаева. Я даже не думала в сторону мошенников, потому что это был нормальный диалог продавца с покупателем. И в какой-то момент она попросила, чтобы я скинула более детальные фотографии товара и попросила сделать это в WhatsApp. Оставила номер телефона. В этот момент бот-сайта прислала предупреждение об опасности перехода в другие мессенджеры, потому что там могут быть мошенники и отследить их будет невозможно. Но переписка все-таки продолжалась в WhatsApp. В какой-то момент покупательница написала, что все оплатила, и Лидии надо проверить, дошли ли деньги. Я параллельно готовлю еду ребенку. Я параллельно разговариваю с мужем, который пришел с работы. Я параллельно переписываюсь с подругой. И еще у меня рабочий чат параллельно. И вот уже пятый или шестой момент. Это я открываю ссылку, которую мне присылает покупательница. Ввожу туда данные своей карты, чтобы получить деньги за костюм. И ввожу туда свой CVV. Лидии пришла смс-ка из банка, где было указано, что происходит списание полной суммы и код подтверждения. Не прочитав все сообщение, она ввела нужные цифры. И только после того, как со счета сняли деньги, Лидия поняла, что по невнимательности стала жертвой мошенников. Это одна из десятков распространенных схем, которые злоумышленники используют на сайтах, где граждане продают или покупают вещи. Также часто мошенники создают липовые порталы магазинов. Наши жители города Саров заказывают на интернет-ресурсах различную продукцию, делают стопроцентную предоплату, и в итоге либо не получают продукцию, либо получают продукцию не того качества, которого бы хотелось. Вещь, которая стоит действительно, как они думают, что 10 тысяч рублей, а приходит вещь копеечная, которой стоимости такой нет. Эти случаи имеют вместо быть, продолжаются, поступают заявления. Также по-прежнему полиция продолжает фиксировать сообщения о злоумышленниках, которые звонят на телефоны горожанам и представляются сотрудниками банков. Мошенники говорят, что со счета абонента происходит несанкционированное списание средств, и чтобы его остановить, необходимо назвать данные карты и код подтверждения за СМС. Никогда представители финансовых утверждений, тем более банков, не будут звонить на сотовый телефон и просить какую-либо информацию. Зачастую это все происходит в отделениях, либо в офисах банков, где оформляется документация. Всегда звонят только мошенники, никто никогда звонить не будет. Прошу убедительную просьбу не поводиться на поводы звонившихся, не сообщать никаких персональных данных своих банковских карт. Кроме того, сейчас мошенники пытаются подключать номера телефона к банковской услуге для дистанционного резервирования счетов. Внимательно читайте все сообщения, которые приходят на телефон, и не сообщайте никому код подтверждения. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. На сайте МВД России стартовало онлайн-голосование финального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа». Лучшая работа со всей страны направлена в Москву, в их числе и творческая поделка восьмилетней саровчанки Виктории Гликман. Работа девочки была лучшей на региональном этапе конкурса. Подробнее об авторе ее творения смотрите далее. Участковый и уполномоченный сотрудник ГАИ территория УВД. Поделки из картона, пластилина и пенопласта смастерили юные саровчане для конкурса «Полицейский дядя Степа». Он проводится Министерством внутренних дел уже восьмой раз. На региональном этапе лучшей признали работу саровчанки Виктории Гликман. На городской этап конкурса «Полицейский дядя Степа» у нас поступило 17 работ. По положению конкурса, три из которых мы должны были направить на региональный этап. На региональном этапе конкурса принимало участие более 60 работ из разных районных центров нашей области. В результате конкурсная комиссия, стоящая из членов Общественного совета Главного управления Нижегородской области, выбрала работу Виктории Гликман. В изготовлении поделки второклассница использовала пенопласт и фоамиран. Вдохновлялась девочка образами из одноименного мультфильма. Когда я пересмотрела мультик «Дядя Степа», то я придумала сделать дядю Степу добрым, смелым. Это дядя, который охраняет везде покой. В мультике он был высоким, поэтому я дядю Степу сделала высоким, а девочку маленькой. Саровские полицейские вручили победительнице почетную грамоту и наборы для творчества. Работа Виктории Гликман прошла в финальный этап, где представлены лучшие изделия со всех регионов страны. Поддержать юную саровчанку в конкурсе может любой желающий, проголосовав за ее поделку на официальном сайте МВД России до 18 часов 31 мая. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Лето онлайн. Детская библиотека подготовила для читателей июньскую виртуальную смену в контакте с Пушкинкой. Уже 1 июня всех саровчан приглашают на виртуальный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. Также библиотекари организуют дистанционные встречи, мастер-классы и акции. Подробнее о летней программе Пушкинки смотрите далее. В этом году традиционная научная лаборатория открытий в библиотеке имени Пушкина работать не будет. Но сотрудники создали новый виртуальный проект «Лето с Пушкинкой». Юные читатели смогут на расстоянии участвовать в интерактивах библиотеки. Будет включать тоже разные события. У нас, допустим, предусмотрена библиотечная игротека. Самые разные темы. То есть мы стараемся учитывать интересы читателей. Мы знаем, что ребятам интересно. Что-то, кстати, предлагают сами ребята, потому что у нас есть очень активные юные помощники. Также ребята примут участие в творческих мастер-классах и флешмобах. Посетят познавательные встречи и посмотрят онлайн-концерты. А для самых маленьких читателей сотрудники библиотеки приготовили рубрику «Веселая катавасия». Это полутеатрализованное такое действие, которое ведет внучка кота-ученого, кошка Василиса, и ее юная помощница Кира. То есть ребенок и взрослая кошечка вот это вот проводят. Это, как правило, чтение какой-то книги и игра с этой книгой. Проект «Лето с Пушкинкой» стартует 1 июня. Принять в нем участие может любой желающий. Достаточно зайти в группу ВКонтакте «Пушкинка-Саров» или на официальный сайт библиотеки. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.